Привет-привет, друзья! Вы смотрите Гаджеты и люди на ТНТ-Мьюзик. С вами, как всегда, я, Алена. Впереди у нас только самые интересные и актуальные новости из мира высоких технологий. Смотрите сегодня. Обновленная версия Пэнь, соцсеть для животных, первый рыбокоп в Дубае, умная мусорная корзина, концепт безопасного мотоцикла, онлайн-радио ТНТ-Мьюзик, а также чем завершился крупный турнир по Counter-Strike Эпицентр. А сейчас у меня новость для владельцев устройств на Windows. Популярный, пожалуй, самый простой графический редактор претерпел ряд значимых изменений. Интересно? Смотрите дальше. С последними обновлениями Пэнь станет немного функциональнее, но, надеюсь, своей простоты он не потеряет. Графический редактор научит создавать трехмерные объекты как с помощью мышки, так и со стилусом, а также с сенсорным дисплеем. Разработчики уверяют, что ничего сложного не будет, а рисованные 3D-элементы с новым набором инструментов сможет делать каждый. При этом старые функции этого редактора останутся на своих местах. Дата выхода новой версии пока условна. Говорят, что общественность сможет увидеть ее уже в конце октября в рамках презентации Microsoft. Поживем, увидим. Следующая новость не поддается объяснению. Представьте, что ваш питомец, кот Рыжик или собака Шарик вдруг заведут себе аккаунт в соцсети и будут ставить вам лайки под фото. Я, конечно, немного преувеличиваю, но суть остается. Новая социальная сеть для домашних животных создана на базе сайта «Одноклассники» и имя ей «Дружок». Ни для кого не секрет, что видео с питомцами одни из самых просматриваемых. Они пользуются популярностью и в Инстаграме, нередко набирая больше подписчиков, чем звезды шоу-биза. Вот, например, кот с двумя совершенно разными половинами мордашки уже очаровал больше миллиона человек. Теперь отдельную страницу можно завести любому питомцу в новом сервисе и от его имени общаться с владельцами других животных той же породы. Дата релиза новой соцсети пока не разглашается. Кто знает, может, разработчики в итоге откажутся от этой идеи. А тем временем полиция Объединенных Арабских Эмиратов ждет пополнения. В следующем году в Дубае на службу поступит первый в мире робот-полицейский. И если вы сейчас представили себе робокопа из фильма, то вы сильно ошиблись. Этот робот не выглядит так эффектно, быстро не перемещается, да и заменить полицейских сможет только в определенных ситуациях. Каких именно, пока неизвестно. Кстати, с прошлого года правоохранительные органы Арабских Эмиратов стали использовать технологию Google Glass в своей работе. С ее помощью они научились значительно легче и быстрее определять нарушителей с непогашенными штрафами. Кто знает, но возможно именно с этого первого робота-полицейского в Дубае начнется история будущих супергероев робокопов, которых мы видим в современных фильмах. Умные разработки для дома на месте тоже не стоят. Так во Франции придумали особенное мусорное ведро, которое составит список необходимых покупок. С виду и не скажешь, что это мусорное ведро отличается от ряда других ему подобных уровнем IQ. Но как это обычно бывает, внешность обманчива. Внутри этого бака есть сканер, который распознает штрих-код на упаковке и уточняет, куда именно выбросить этот продукт. Один отсек для картона, алюминия и жести, а другой для пластика. У этого ведерка даже есть фирменное приложение, которое ведет полный учет о выброшенном мусоре. А также при необходимости предлагает добавить в список будущих покупок те товары, которые оказались в корзине. Авторы идеи за свое творение хотят почти 20 тысяч рублей за самую вместительную модель. Но рабочие экземпляры появятся только в следующем году, а пока это лишь прототипы. Примерно раз в год компания BMW показывает концепт мотоцикла, который полностью пропитан технологиями будущего. И этот год не исключение. Смотрите, что получилось. Этот мотоцикл сделали максимально безопасным. Во-первых, двигатель будет высокоэкологичный. А во-вторых, транспорт автоматически будет держать равновесие так, что даже при самых крутых поворотах мотоциклист с него не упадет. Шлем предлагается заменить на очки дополненной реальности, которые не только защитят глаза от ветра, но и покажут на полупрозрачном дисплее скорость, навигатор или изображение с камеры заднего вида. Разработчики даже предлагают не надевать шлем и специальный костюм. Но я бы все же от экипировки не отказывалась, ведь в реальной жизни часто причиной ДТП может быть третий человек. На этом новости не заканчиваются. Для тех, кому мало одного телеканала ТНТ-Мьюзик, сообщаю. Мы запустили ТНТ-Мьюзик-радио. Теперь вы можете еще и слышать нас на просторах интернета. Наша онлайн-радиостанция доступна как в обычном веб-формате на сайте tntmusic.ru, так и в мобильной версии. Слушайте лучшую популярную музыку, хиты российских и зарубежных исполнителей, треки перспективных артистов, чарты, новости шоу-бизнеса, кино и музыки. Уже сейчас на ТНТ-Мьюзик-радио полторы тысячи композиций. Включайтесь, слушайте лучшие треки и чувствуйте нашу музыку на ТНТ-Мьюзик-радио. А теперь я предлагаю вам вместе с нами отправиться на, пожалуй, одно из самых главных киберспортивных событий – «Эпицентр» в Ледовом дворце. «Эпицентр» – это не просто турнир, не просто чемпионат мира по Counter-Strike Global Offensive. Это еще и грандиозное шоу с красивыми декорациями, эффектными выходами команд, спецэффектами, активными болельщиками. Из зала создается полное ощущение, что ты не на киберспортивном соревновании, а на футболе или хоккее. Все очень красиво и атмосфера вокруг позитивно заряжена. Киберспорт уже в мире прощупывал разные форматы. И людей уже не удивишь, там, классическими вещами мы собрали стадион или мы разыграли миллион долларов. Нужно искать какую-то уникальную фишку. И «Эпицентр» – это уже второй. «Эпицентр» первый проходил в мае по игре «Дота 2». И что там, что сегодня здесь. Мы действительно поразили людей тем уровнем подготовки и тем уровнем качества представления, которое мы здесь людям показываем. Призовой фонд в киберспорте уже давно пробил отметку 18 миллионов долларов. Здесь больше речь про состязания, больше речь про честь команды, про честь страны и про очень дружное сообщество киберспортсменов, которое есть в мире. Что касается текущего призового фонда, команда, которая выиграет «Эпицентр», получит 250 тысяч долларов. Второе место получит 100 тысяч. Ну, а остальные деньги уже будут там распределены приблизительно в равных долях между всеми остальными участниками. Уровень действительно высок. В финал вышли две лучшие команды мира. Это «Виртус-Про» и «Дигнитос». За любимую команду зрители болели до хреботы. «Я за «Виртус-Про». Почему за них?» «Это СНГ-организация, она ближе к моему сердцу. Тем более «Виртус-Про» сещает российские составы по «Доте». Тоже гигистративная дисциплина. «Нет!» «Нет!» «Я болею за «Дигнитос». «Почему за них?» «Потому что весь зал болеет за «Виртус-Про». Это нечестно. Я хочу болеть за них». «Виртус-Про» очень хорошо играют. Собрались. Особенно «Бьяли». Мало шансов вставляют в данный момент. Несмотря на успех на первой карте, «Виртус-Про» не смогли считать игру своих противников и уступили датчанам в двух других. В итоге «Тим Дигнитос» стали первыми чемпионами «Эпицентр Москоу» и забрали домой 250 тысяч долларов. Это прогомментировал менеджер «Виртус-Про» Роман Дворянкин. «Такие случаи бывают. Это спорт побеждает тот, кто сильнее в данный конкретный момент времени». Тем не менее «Виртус-Про» стали вторыми и ушли не с пустыми руками. Они получили 100 тысяч долларов. В сети «Эпицентр» продолжают обсуждать до сих пор. Это были все новости на сегодня. Ищите нас в сети, подписывайтесь в Инстаграм, вступайте в группу ВКонтакте и ждите новых выпусков. С вами была Алена. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова